привет меня зовут Анна мы с вами продолжаем учиться писать и тема сегодняшнего урока буквы К и Т письмо букв К и Т по плану мы сегодня с вами учимся писать строчную и заглавную букву К а также строчную и заглавную букву Т но перед тем как мы начнем писать учиться писать нам нужно конечно проверить посадку за столом напоминаю что голова у нас ровная спинка прижата к спинке стула лопаточки сведены ножки ровно вместе стоят да и локти лежат на парте обеих рук да для чего это нужно для того чтобы наши плечи с вами не уставали если вы сверились с посадкой сидите красиво ровно давайте с вами вспомним как же держать карандаш или ручку помним что мы берем карандаш или ручку двумя пальчиками и на средний палец мы только опираемся средним пальцем мы ручку не держим кроме того расстояние от кончика карандаша до ваших пальчиков должно быть примерно шириной в два пальчика два пальчика для того чтобы вы видели что вы пишете но при этом ваша рука не сильно уставала ну что приступим к написанию буквы к посмотрите какие красивые буквы давайте посмотрим из каких элементов они состоят ну начнем со строчной буквы к первый элемент прямая наклонная линия второй элемент это прямая наклонная линия с закруглением вверху да у нас получается если соедините эти два элемента как будто галочка получается и третий элемент это нижняя ножка это прямая наклонная линия с закруглением вверху и внизу остановите пожалуйста видео и вспомните эти элементы пропишите их целую строчку если вы это уже сделали давайте пропишем букву к строчную соединив эти все элементы обратите внимание буква к одна из тех букв которая пишется с отрывом руки да с отрывом руки от тетради сначала мы пишем первые два элемента пишем начиная с верхней линии рабочей строки ведем вниз раз и два мы написали получается два элемента да у нас получилась такая галочка а после этого мы пишем уже нижнюю ножку да начиная вот из этого же пересечения двух этих элементов да ведем немножечко вверх и вниз и получилось у нас буква к еще раз воздухе стараемся сделать да запомнить движение руки вниз раз и два оторвали руку и из серединочки ведем нижнюю ножку до 3 и остановите видео пропишите букву к всю строчку старайтесь сделать так чтобы буква к не была слишком широкой или слишком узкой и чтобы буквы у вас получились ровненькие одинаковые если вы это уже сделали давайте перейдем к написанию заглавной буквы к она очень красивая состоит очень похоже да на строчную букву к состоит из красивого первого элемента это конечно прямая наклонная линия с петлей начинаем мы ее писать таким образом и мы нарисовали с вами петлю да у нас получилась такая петля и как галочка да не забываем закругление вверху а дальше точно так же как у строчной буквы к у нас идет ножка да это прямая наклонная линия закруглением вверху и внизу писать мы эту ножку начинаем вы смотрите чуть выше линии верхней линии рабочей строки то есть где-то вот отсюда мы ее начинаем писать и ведем сначала вверх а дальше вниз и не забываем низу закругление остановите видео попробуйте прописать эти два элемента обратите внимание на то что у нас пересечение двух линий до идет вышли выше верхней линии рабочей строки ни в коем случае не на ней и не ниже если вы уже прописали давайте соединим эти два элемента и попробуем написать букву к красивую итак начинаем с первого элемента вверх и петля выходим за верхнюю линию рабочей строки делаем закругление и из этой же точки где у нас пересечение ведем нашу ножку и 3 и вот и получилось заглавная буква к еще раз в воздухе рукой проводим поставили точку и 1 петля и 2 дальше из серединки точку берем до среднюю до пересечить точку пересечения и ведем нашу наш последний элемент и 3 и есть у вас получилось вы запомнили движение руки которые нужно делать самое время прописать целую строку букву а букву к за главным итак следующая буква это буква т строчная буква т и заглавная обратите внимание на то что несмотря на то что у нас эти буквы состоят из довольно таки простых элементов в основном это прямые наклонные линии буквы эти пишутся довольно таки сложно что сложно сложно соблюдать пропорции соблюдать правильное расстояние между этими элементами начнем со строчной буквы т рассмотрите пожалуйста эту букву и попробуйте выделить в ней отдельные элементы но скорее всего вы выделили первый элемент прямую наклонную линию дальше скорее всего вы уже выделили элемент прямую наклонную линию закруглением вверху влево и еще один элемент прямая наклонная линия закруглением вверху влево и внизу вправо прописывая эти элементы не забывайте писать их немножечко под наклоном и кроме этого старайтесь чтобы ваша рука двигалась ровно да ровно и уверенно но не торопитесь если вы уже прописали строчку этих элементов давайте соединим их вместе и посмотрим какая буква т у нас должна получиться и так начинаем мы писать с верхней линии рабочей строки прописываем первый элемент ведем вниз не забывайте когда мы прописываем букву т мы руку не отрываем от тетрадки ведем вниз раз дальше возвращаемся по этой линии и закругляем два и снова возвращаемся три и закругление последний вот у нас получилась буква т обратите внимание что вот это расстояние между вот этими двумя линиями и этими двумя линиями должно быть примерно одинаково чтобы наша буква смотрелась красиво и так еще раз повторяем движение в воздухе как должна двигаться рука сверху вниз раз дальше возвращаемся по этой линии и закругление и 2 и снова по этой же линии возвращаемся и 3 и закругление не забывайте да что здесь у нас сами прямые только прямые линии здесь нету петель то есть написать петлю вот здесь вот нельзя в серединке мы проводим по той же линии по той же самой линии наверх остановите видео пропишите строчную букву т целую строчку постарайтесь соблюдать размеры этой буквы теперь перейдем к заглавной букве т обратите внимание здесь всего четыре элемента давайте пропишем их по отдельности первый элемент прямая наклонная линия закругления внизу влево мы уже ее умеем писать давайте вспомним ставим точку из нее вниз раз и пропишите этот элемент одну строчку если вы это уже сделали давайте посмотрим еще один элемент это прямая наклонная линия без закруглений также остановите видео и пропишите этот элемент мы уже с вами его писали повторите набейте руку и следующий элемент третий это прямая наклонная линия закругление внизу вправо пишем сверху вниз раз два также пропишите пожалуйста одну строку если вы это сделали давайте перейдем последнего элемента с ним наиболее часто ребята испытывают сложности но но здесь главная практика постарайтесь просто попрописывать этот элемент побольше это прямая линия с закруглением но она как бы лежит немножко на боку да как выглядит как шляпка буквы т писать мы ее начинаем из этой точки да чуть выше верхней линии рабочей строки ведем влево и возвращаемся вправо вправо проводим уже прямую линию так раз обратите внимание что ее не нужно писать слишком длинной слишком короткой и когда мы с вами будем писать букву т шляпка не лежит на ножках не очень высоко поднята она на расстоянии где-то пальчиком остановите видео пропишите этот элемент потренируйте свою руку если вы это сделали давайте соединим все четыре элемента вместе и посмотрим какая буква т у нас получится я рекомендую обычно ребятам для начала когда вы только тренируетесь писать букву т отметить себе вот эти три точки постараться сделать их максимально ровными до одинаковыми во первых чтобы на одинаковой плоскости на одной линии они лежали а вторых чтобы между ними было одинаковое расстояние но вот здесь например я проведу 1 точку поставлю 1 . 2 . и 3 . смотрю ага да получилось получилось и на одной линии и расстояние между ними примерно одинаково начинаю писать сверху вниз первый элемент раз и получилось второй элемент прямая линия два и третий элемент прямая линия да с округлением вправо три и осталось только нарисовать крышку да я ее начинаю писать чуть ниже чем у на мои точки да обратите внимание отсюда я и начну писать точно так же закругление раз виду 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 выше да обратите внимание выше чем ножки мы виду 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 и теперь можно прямо ее провести получилось буква т еще раз мы ведем ножки буквой т сверху вниз 1 2 3 и закрываем крышкой 1 остановите видео пропишите заглавную букву т целую строку что подводим итог сегодня мы с вами учились писать строчную заглавную буквы к а также строчную заглавную букву т у меня на этом все спасибо за внимание до встречи на следующем уроке пока